Отель Ката Си Бриз Отель Ката Си Бриз расположен в 46 километрах от аэропорта Пхукета и ехать 1-2 часа, в зависимости от пробок и количества отелей по пути. Как уже понятно из названия отеля, располагается он на пляже Ката, это юго-западная часть Пхукета. Пляж Ката считается семейным пляжем, что означает, что здесь можно отдыхать с детьми. Именно поэтому отель такой популярный. Отель находится в отличном месте, буквально везде можно купить, попить, поесть, куча ресторанов, магазинов, аптек, недалеко есть рынок. Работники отеля говорят на русском и английском языках. Хочется заметить доброжелательное отношение ко всем отдыхающим отеля. При заселении в отель придется оставить депозит в размере 100 долларов. Депозит можно внести в батах, долларах или по банковской карте. Деньги возвращают сразу после сдачи номера. Большая, чистая и ухоженная территория отеля. Очень красиво оформлено, много растительности, аккуратно подстриженный газон, есть бассейн с рыбками. Даже есть и детская песочница, с удивительными фигурками. По всей территории можно увидеть карту отеля, так что заблудиться вряд ли получится. Ресепшн находится под навесом, там работают вентиляторы, тут же бесплатный интернет, и он есть только здесь, но очень слабый. За 50 бат в сутки можно заказать интернет в номер. Хотя отель не новый, но в целом везде чистенько и уютно. Да и вся прилегающая территория очень даже смотрится неплохо. Видно, что очень хорошо за всем тут присматривают. Покинув территорию отеля, можно пройтись по магазинам и накупить разных подарков для родных и близких, или просто наслаждаться красотой природы. Конечно, нельзя тут обойтись без местных предпринимателей, которые готовят что-то вкусненькое, в том числе горячее мороженое. Можно попить натуральный сок, который изготавливают на месте, быстро и удобно. А другие напитки, в том числе и простую воду, можно купить в небольших супермаркетах. Экскурсии лучше покупать не в отеле. На улице около отеля множество агентств по продаже экскурсии. Такие экскурсии намного дешевле, а как выяснилось качество тоже. От отеля 10 минут до ближайшего рынка, там все дешевле. На рынках можно торговаться, почти втрое можно сбить цену, а еще дешевле, что вообще неожиданно, можно купить на самом пляже. Передвигаться на Пхукете можно общественным транспортом. Возле отеля есть автобусная остановка, или арендовать мотобайк. Аренда байков есть в отеле и на каждом шагу. Если вам необходимо приобрести сувениры, то в отеле есть магазин. В отеле есть даже библиотека, книги на разных языках. Завтраки в отеле обычные, особых изысков нет. А ассортимент для трехзвездочного отеля нормальный, как практически в любом отеле уровня трехзвезд на Пхукете. Что-то лучше, что-то хуже, но в среднем твердая тройка. Ассортимент в общем достаточен для завтрака. Завтрак в отеле по принципу шведского стола. Накладывай сколько хочешь и что хочешь. Фрукты на десерт всегда, есть арбузы и ананасы. Как говорится, кушать можно. Столы всегда красиво оформлены, скатерти меняют после каждого посетителя. Для детей есть отдельное меню, есть и складные стульчики. Еще есть бары рядом с бассейнами, в которых продают небольшие легкие закуски. Завтрак до 10 утра, талонов на завтрак нет. Нужно показать ключ от номера, чтобы пройти в столовую. Ужин проходит по системе шведский стол. Выбор довольно-таки большой, начиная от всяких салатиков и заканчивая морепродуктами разных разновидностей. Обедать и ужинать можно в многочисленных кафе, которые располагаются вдоль дороги направо и налево от выхода из отеля. Также по дороге на пляж через речку, есть несколько неплохих кафе с нормальными ценами. Для ребенка тоже найдется, что покушать. На обед ребенка можно сводить в кафе Чебурашка, русская кухня, и очень вкусно, которое находится совсем рядом, от выхода из отеля налево. Фрукты можно купить сразу возле отеля. Вдоль дороги имеется много маленьких палаток, в которых продают фрукты, мороженое, блинчики, коктейли из свежих фруктов. Фрукты можно купить как целые, так и уже очищенные и порезанные. На территории отеля 4 бассейна, все они разных размеров, есть побольше, есть поменьше. Есть детский бассейн, украшен забавными лягушками, бассейн с баром, бассейн с гидромассажем. У бассейнов есть туалеты и душевые. Для деток рядом с маленьким бассейном есть песочница, напротив зоны, где завтракают. В некоторых бассейнах есть функция джакузи. Возле ресепшн сразу бассейн, в котором разная глубина, ближе к барной стойке более мелко. Именно в этом бассейне бар находится в самом бассейне, вечером включается подсветка и играет музыка. В самом конце территории еще один бассейн, очень длинный и опять же с разной глубиной. В этом корпусе наиболее дорогие номера, так как окна номеров выходят сразу в бассейн, можно выйти из номера и сразу в воду. Возле бассейнов, конечно же, большое количество лежаков, зонтики, шезлонги и полотенца бесплатные. Ближайший пляж к отелю – это Ката. Идти к нему неспешным шагом примерно минут 15. Людей там, конечно, много. Мягкий мелкий беленький песочек, прозрачная водичка и не такие сильные волны. Любители снарклинга могут найти рыбок возле камушков. Рядом есть кафешки. На пляже через каждые 100 метров курилки, новый душ или туалет нужно еще поискать. Можно найти кучу ракушек, только вот домой вы не сможете их привезти, так как по законам королевства, вывоз местной флоры и фауны строго запрещен. В том числе и песок и ракушки являются собственностью королевства. Полотенца выдаются при походе на пляж. Когда возвращаешься с пляжа сдаешь полотенца, все очень удобно. Кстати, у отеля есть собственные мини-автомобили, которые отвозят на пляж отдыхающих через определенный промежуток времени. Если пройти от отеля направо, то минут через 20-25 можно дойти до соседнего пляжа Корон. Там уже волны побольше. Пляж с оранжевым хрустящим песком, но большой территорией. Также если вам не лень гулять пешком по холмам Пхукета, минут за 20-30 можно дойти до пляжа Катаной. Он в противоположной стороне. До пляжа Корон можно доехать и на автобусе синего цвета. Останавливается по взмаху рукой. На этом автобусе можно доехать до крокодиловой фермы, парка птиц, и до центр фестиваля Пхукетауна. Стоимость фиксированная – 40 бат. Ради интереса можно и пройтись вдоль одного и другого пляжа. В отеле имеется множество кафе и магазинчиков, где можно купить практически все. На территории отеля 5 корпусов, учитывая то, что корпуса многоэтажные, в каждом из них лифт, и не один. Также в отеле 5 категорий номеров, соответственно 5 категорий цен. Номера большие, и есть все необходимое – телевизор, бесплатный сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар. Также имеется в наличии чайник, стаканы, и набор чая, и кофе. Есть сахар и сливки, которые каждый день пополняются бесплатно. В холодильнике будут напитки пива, вода, соки, вода в большой таре, и что-нибудь сладкое. Это все платное. Цена в три раза дороже, чем в магазине. В номере будут две стеклянные бутылки с водой, и только ее бесплатно можете пить. Но бутылки не выбрасывайте, а то заплатите в 10 раз дороже. Их заберут и поменяют вам на полный с водой. Одноразовые средства личной гигиены тоже есть. В каждом корпусе в номерах есть балконы. На балконе стоят два пластиковых кресла и небольшой журнальный столик. И вид из них соответственно разный. Уборка как везде в Тае, они по этому поводу не заморачиваются. Выход прямо в бассейн из номера. Есть только в номерах третьего и пятого корпусов, расположенных на первом этаже. Имеется детская зона. Детской анимации нет. Иногда тайцы из обслуги играют в футбол с детьми. Вечером показывают в ресторане мультики на английском. В общем в тайских отелях нет анимации. Есть в некоторых платные няни. Есть тренажерный зал. Имеются все необходимые тренажеры. Массажный салон. Цены как и везде на улице. Массаж с маслом 400 бат. Можно поиграть в бильярд под навесом. Бильярд кстати платный. Приятного вам отдыха!